дорогие уважаемые все знающие люди имею ввиду если смотрели знаете были в коско на славу пошапились то что нужно было то что не нужно было но очень сильно хотелось захотелось на месте купили и вернулись домой будем пробовать то что никогда не пробовали не видели в лицо ну чтобы интересно было естественно ананас всегда по хвосту выбираем и остается где-то у нас больше недели потом уже вижу бедный ананас жалуется уже начинает эта часть как будто не гниится а износится вот тогда только режем так что ананас идет стол сломала это не помню может покупали может не покупали лучше меня наверное знаете грудка индейки то что наши дети могут есть каждый день бартуч с лавашем сандвич что хотите это попробуем сейчас по ходу попробуем и посмотрим что купили что новое что уже очень старое отнемся этого здесь где-то два с половиной паунда но килограмма пять паундов как это сохранить вот в чем вопрос думаю можно разрезать на он не знала что там уже вода есть какая-то но бульон и в диплоке пропорциональная по порциям не знаю правильное слово сказала а положить в морозильник может это не покупала поэтому не помнила что там бульон накопился сейчас почищу и будем пробовать уже готовый ничего не надо делать нужно иметь очень хороший острый нож неплохой несколько слайсов сделаю детей тоже позову надеюсь согласятся не голодные они очень хороший кусок и верши и верши и все алька бейк скажу что люди ржут и хапиньян алька дега к тарке бреста порция к Мартику зуме не имам анализ и делиши зорно добрые мальчики Наш дегустатор Арка Арамович говорит очень вкусно и спешит по делам и ушел он такой безразличный дегустатор нужно обязательно удалить эти джилы когда они едят а то под зуб попадет мне тоже попадет Арка джилы удалила вкусный очень даже вкусный хороший сверху джилы есть нужно обязательно удалить даже самая не против но мне тоже неприятно какой вкусный не ожидала а ну-ка бери походу это я тихонько его кормлю он не чувствует смотрите весь кусок проглотил и думает это на пробу дала очень вкусно на кусочки и срезаю зип-лак воздух по возможности удалю и в морозильник самый лучший вариант хранить что-то двигаемся дальше хочешь хлеб достану буртуть сделаю из новостей не думаю что это покупали но не снимали во всяком случае уже готовы ручки лапстера лапстерного аппетита у нас нету после индейки мы сможем только что маленький ланч сделали это как-нибудь но на днях я люблю горячие разогрею с лимоном с топленым маслом не знаю может быть если мясо там достаточно будет сандвич тоже сделаем такой вкусный сандвич получается это морозильник упрячу там палки тоже были помните две палки за 200 долларов если хотите кингрил краб ну ножки крабовые покупайте из куску ну если не хотите обогротиться в этом смысле морозильник не положу в холодильник положу не хочу замораживать с утра вышли только что вошли в куску конечно маленькие закусочки угощали хорошие нехорошие это не покупали не пробовали какой сыр крепкий с чесноком и с травами белавитана сартуре не знаю как сыр называется горлыки белавитана сыр если вы знаете как award winning даже какой-то приз получил этот сыр посмотрим посмотрим за пол килограмма 400 с чем-то 849 мы заплатили 951 больше чем пол килограмма значит магазине тоже жаловалась на цены в последнее время не могу не жаловаться извиняюсь уж очень резко все это происходит потихоньку чтобы мы не заметили но нет еще один стресс это тоже в плане стресса пока вас заговорила пачку открыла надеюсь вы тоже сейчас сидите что-то закусываете ознакомьтесь какой вкусный чеснок и травы только что почувствовала если корочку не берете в центре этот вкус чеснока чеснока и трав совершенно не чувствуется как будто наш любимый сыр но с другой корочкой хороший очень хороший сыр и уже давно комнатной температуры вкуснее говорят сыр должен быть комнатной температуры когда режете пробуете так все вкусы лучше чувствуете это с красным вином больше ничего ни хлеба ничего организуем давай это доедим хорошо сегодня подегустируем чтоб вечеру не голодные были хотя к вечеру кажется у нас бургеры из байсон бизон сын пошел хлеб купил для как сказал хочешь бургеры сделаем сказал ну я пошел за хлебом потом думаем где он ждем ждем его нету 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 кулерам уже полчаса он ушел в магазин рядом хлеб покупать позвони позвонили он из своей комнаты разговаривает говорит я уже давно вернулся говорит ты что человек невидимка так что вечером будет бургер очень довольный хороший сыр и сюда так интересно после сыра сразу захотелось что нибудь фруктового сладкого а ведь на самом деле груша и сыр большие друзья хочешь грушу еще раз с сыром хороший ланч сделаем посмотрим хороший на вид такой спелый даже думается очень такой juicy сочный сочный груш хочешь сыром грушу как договорились в предыдущем эпизоде хочешь сыр попробуй а я сразу с сыром груша не сочная совершенно не сочная даже можно сказать это переспевшие поэтому очень люблю груши они знаете мою историю мою грушную историю красивые и цвет красивый на вид красивые они как будто натюрмортные всегда покупаю особенно если они красивые некрасивые груши оставляю в магазине как тебе понравилось груша нет не соус как картошка сладкая но ведь аромат даже почувствовала как будто запах груши почувствовала поэтому купила совершенно не не сочная груша на вкус груши есть сладкий тоже неплохой ну не то что я думала давай доедем эту грушу хочешь с сыром хочешь с сыром грудку индейки хочешь с сыром и с этим купили такой low sodium мало посоленной солями не что покупали не помню что пробовали вкусно когда с перцем две пачки сразу ну они всегда вкус ко всем в больших количествах иногда пишут почему такие коробки большие покупаете мы не покупаем они продают мы не виноваты хочешь посоленной полезной солями полезно это это одно и то же просто одно и то же калифорнийский красное вино калифорнийское и с привкусом чеснока никаких artificial colors or flavors не не красили это настуральный цвет салями флевора тоже не добавляли аромата настоящий вкус салями какой вкусный если это мало посоленный что значит вкусный вкусный совершенно неплохой очень хороший это в морозильнике это в холодильнике молодец салями купили не хотели покупать но продавщицы их четверо было так трудились резали разогревали так вежливо с улыбкой очень угощали людей попробовала и очень очень понравилось в магазине очень понравилось кукурузный хлеб с начинкой из фасоли и сыра мексиканская кухня пупусос называется очень понравилось не думала купить потом они спрашивали говорят вам понравилось да да очень понравилось вот там лежат вот я и купила окей такие сколько стоило 12-13 сколько по-моему что-то в этом роде они заморозили можно их заморозить давайте кусочек просто покажу хотя они холодные быстро разогрею в микро не в микроволновке и микроволновку уже не пользуюсь микроволновкой просто начинку хочу показать простите это можно мы можем сделать это кукурузное тесто из кукурузной муки и начинка из из чего прочтем аккуратно посмотрим что в ингредиентах и breakfast пупуса о да разные варианты есть окей вижу что написано вместе приготовим пив моцарелла чес о это с моцареллой с говядиной чес калчей соль в общем не интересно но хочу показать как выглядит подождите никуда не уходите вы доедайте свой сандвич сейчас вернусь вкусно пахнет именно там тоже запах понравилось смотри вы пупусас говорит что можно покушать есть что покушать али порти написано было бурия и сыр бурия посмотрели что значит ну мы не готовим бурия это ягненок стю из ягненка стю соус густой суп ну я там съела с сыром и как мне показалось по солью такой вкусный там хочешь немножко горячий извиняюсь извиняюсь иногда очень неманерно получается у меня дегустация но как уж получается а кажется вкусный 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 очень вкусный нежный нежный там внутри нету никаких лишних ничего ни зелени ни лука это сыр и этот наверное ягненок но биф написано было ковиатина очень понравилось тебе понравилось это это приготовить очень вкусно не ожидала дочке старшей очень понравилось младшей хлеб не понравился этот убегает это младши не 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 помню я купила еду чтобы просто попробовали Ему не понравилось, но ему очень понравилось. Ешь, доешь. Пожалуйста, ротик откройте. Не понравилось. Люсень тоже понравился. Говорит, хлеб не понравился. Так, это в морозильник, пока или в холодильник. Что еще нового? Никуда не уходите. Этот сыр просто сохранила, чтобы показать. В прошлый раз покупали, на всякий случай, если не смотрели. Прекраснейший, вкуснейший сыр. Козий сыр с чесноком и с чабрецом, и не знаю, может быть, с оливковым маслом. Очень вкусно. Идите, там, по-моему, это франч тайм. Есть разновидности чабреца. В общем, с одной из них очень вкусно. Но сейчас не пробуем. Это попусос такой плотный был, но очень вкусный, острый. И они, кстати, угощали сальса и гуакамолы с соусами. Значит, мексиканская кухня не такая уж, как я думала. Вкусно. Несколько блюд только из мексиканской кухни. Это единственное, думаю, что я не пробовала. Понравилось. Этот сыр, если увидите, покупайте. Уверена, влюбитесь. Поверьте сладкое. После острова так и хочется сладкое. И кто не любит вафли? Пожалуйста, не говорите о гене. Мы выкупили химикаты. А мы химикаты каждый день уже дышим. Might as well. Можно даже и кушать, раз уж дышим. И вообще, давайте делать все, что хотим. Рубик с кубик играет. Это с чем? Хезелнат. С хундуком. Как будто притворись. Никогда не ел такую вафлю. Игина, детей сначала угостить, и потом сами. Дети подождут. Очень вкусно. Очень вкусно. Мы попробовали хорошо. Детям вся эта пачка, дети справятся с этой пачкой. Не беспокойтесь. Хочешь ванильный попробуем? Или шоколадный базилио? Шоколадный базилио. Знаете почему? Он всегда хорошую часть или вкуснейшую что-то оставляет на последний кусок. Очень хороший был. Вот такой уже растворился. Польшой тебе, маленький себе. Как трудно. Тебе, себе, тебе, себе. Это новый метод. Оставлять себе. Вкусные. Очень вкусные. Руки. Ванильным кремом намазались. Откроем. Под ваши аплодисменты открываем самый вкусный кусок. Тебе, себе, тебе, себе. Хороший. Хороший. Вкусный. Очень вкусный. Все. Да, советую купить этого. Очень вкусные. Десерт. Десерт закончили. Что еще? Подождите. Фрукты будут. Хочу попробовать эту кокосовую воду. Эту фирму не пробовала. Вода. Друг человека. Друг человека. Кокосовая вода. Тоже. Лучший друг человека. О, маленькие. Маленькие. А, такие. Контейнерчики. Не знала. Это вкусно, когда холодный. Но, знаете, когда очень пить хочется после вафель, можно и не очень. Подождите, айс возьму. То они бывают розовые, то неизвестного цвета. Неплохой. Очень. Очень. Очень водянистый. Не из-за этого. Не из-за льда. Лед еще не успел хорошенько раствориться. Но вкус не очень понравился. Дочке дам. Она хорошо понимает. Давайте без льда дам. Они оба большие кокосоводолюбы. Ли. Ли. Мягче. 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 Например. Ведь знал ее, но он не любит. А я очень люблю. Этот Бекик очень любит. Если не досмотреть, он может целую пачку съесть. Но я всегда на чеку. Когда увижу, говорю, отдай маме, быстро. Папе не надо, говорю, он не любит. Тавалик говорит, не люблю. На, выгоди порти. Не любишь? Это как в том анекдоте. Женщина, молодая девушка, выходит замуж. Стеснительная такая. Уже новая невестка. Арбуз режут. Она говорит, покушай арбуз. Невесточка молодая говорит, нет, я не люблю. И больше ее не предлагают. Потому что она уже сказала, не люблю все. И уже она старенькая. Сто тысяч лет ей. Уже умирает. Сыновья собираются. Говорят, мам, что тебе хочешь? Что-то хочешь, сердце напоследок? Что хочешь? Дайте мне арбуз. Не знаю. Когда говоришь, я это не люблю, все уже. Но ты их действительно не любишь. Чай вообще уже сказал, что терпеть не может. Но если хочешь, еще не поздно. Целый кусок оставила тебе. Очень вкусный. Мне нравится. С чаем. Это подарок судьбы. Подарок судьбы. Хочешь? Четвертую половину. Попробуй, Галя. Чтобы никогда не жалеть, ага, потом. Нет? Такой напорный. Нет, нет. Упор. Сказал нет, и все. Но любит. Очень любит. А вы знаете? Эти супы впервые покупаю. Не пробовала и вряд ли будем сейчас после таких вкусных печеньев, которые мы с мужем съели, пробовать какой-то суп. Но хочу просто на пачку посмотреть. Они так аппетитно фото выкладывают. Вы думаете, все, это, ну, доза моей мечты. Иногда такие ужасные бывают. Но, надеюсь, это не из иногда ужасных. А, окей. Воду, наверное, набивают. Там специи, может быть. Давайте откроем, все-таки посмотрим. Но не буду пробовать. Но когда попробую, посоветую. Знаю многие, очень даже хорошо. Вот, к примеру, Сюзанна говорит, очень хорошо, что советуешь это взять, а это не взять. Я так и поступаю, говорю. И всегда довольна. Как вы думаете, они так и должны быть или нечаянно положить, а так и должны все в двойных пакетах. Что там они прячут? Ну, дозы. Не знаю, из чего, из какого химического состава. Это бывает очень острое, такое ароматное что-то. А это выбрасывают дети. Там, по-моему, если не ошибаюсь, сушеные... Подождите. Сушеные специи, ну, травы, анин, лук, мук такие. Думаю. Я так думаю. Так. И соль тоже там есть, да. Или MSG. Не знаю, что-то ужасное там было. Это и сверху уже это, когда готово, если не ошибаюсь. Это я попробую, вам обязательно скажу. Все, а ты пошел. Главное, с нас спрашивалось открыть. Давайте этот мелан отрежем, попробуем. Не могу ничего нового. Все знают. О, эти такие вкусные были. Помню, покупали давным-давно соседжи острые, соседжи для пиццы купила. Или можно на гриле туда-сюда перевернуть и хот-дог банан съесть или просто с хлебом. Когда-то очень хорошо этим угощала мужа. Он любил тонкие, хрустящие, жарила с обоих сторон с кетчупом и свежим хлебом или с лавашем сидел, наслаждался. Потом от изжоги плакала. И когда ел, потел. Очень острые. С нас спрашивалось предупредить. И напоследок. Что-то вкусное. Надеюсь, во всяком случае. Очень надеюсь. Обычно эти бывают очень-таки хрустящие, сладенькие. Проверим-проверим. Кто-то пришел проверять, наверное, наши вафли. Раньше всегда берегла косточки. Потом выброшил. И сажала. И не всегда у меня получается что-то вырастить, скажем. Ну, выращивала что-то. Но мой арбуз в этом году был моим рекордом. Я не сажала, он вырос из этой серии. Потом говорят, очень полезное молоко делают из косточек дыни и тыквы. По-моему, даже однажды попробовала. Не очень понравился на вкус. Ну, говорят, ой, какой полезный что-то. Пробуйте. Это заговаривала. Игина, а детей не угощаете? Дети подождусь. Сладкий-сладкий. Но аромата никакого нету. Честное слово. Как будто не знаете, что едите. Если вы глаза закройте, и кто-то в рот кусочек этой сладости положит, никогда не узнаете, что вы съели. Акабе, коллеги, кайз, вы не your opinion. Дети говорят, наверное, что эти люди хотят от нашего мнения. Мятария с меланопорти. Круглосуточно ребенок на Рубику рекорд хочет, как быстро соберет. Как вам это? Что это хамова? Что это хамова? Очень вкусно. Но это вкусно? Я знаю. Не знаю. Нет. Гаврия ароматный говорит, да. Я не испытывала мелан. Он просто сладкий, кронщий и жуцкий. Сочный, сладкий, хрустящий. Вы чувствуете мелан аромы? Нет. Видите, как легко детей убеждать. Честно. Попробуй. Сладкий, сладкий. Понравится тебе, товарищ Карлсон. Это очень важно, аришутара Объявляйте людям, это сладкий или не сладкий Нет, не сладкий Врет, говорит не такой сладкий Это не очень хорошо, вы не скажете право Сладкий сладкий Вы скажете, оператор, сладкий? Вы чувствуете аромат? Нет? Нет, мы не знали Садкий сладкий Вы не знали, что ты знал, как аромат это не знал Светлая Как вы чувствуете, как вы чувствуете? Вкусно Вы чувствуете аромат? Мелон-медовый? Нет говорит да аромат чувствуешь говорит kind of так ничего главное хрустит сладкий этим понравилось муж откуда-то подумал что даже ароматы не есть который он дыню есть и когда в последний раз дыню ел когда предлагал говорит нет не люблю не хочу даже не думает пробовать арбуз другое дело откуда ты знаешь какой аромат у дыни где пробовал без меня шутки шутками я потом разберусь к тему ел дыню без меня знаете это . и в идее для нас людей не очень в этих делах понимающих почему две тарелки то есть она тоже не знала прочла там написано сначала эту штуку которую я посыпала сверху нужно это посыпать сюда это добавить сверху на сухие на сухие noodles полить кипятком крышку закрыть потом это налить сюда а нельзя ли все это кипятком залить крышку закрыть замешать есть это вопрос не к вам это вопрос к тайландцам тайваньцам то есть извиняюсь тайвань не тайланды гене не надо так так попробуем скажем сейчас ничего не хочется больше пробовать всем огромное спасибо за терпение всем огромное спасибо за дружелюбие и не за все хорошее что передаете надеюсь что нибудь если не очень уж такое полезное но интересное передали в крайней мере хотя бы время хорошо вместе с нами вы провели всем огромное спасибо никуда не уходите следующий эпизод сейчас идут платье поменяю и съемки начинаем всех вас любим ценим уважаем